Смотрите выпуски. Чисто это просто. Организацию работ по санитарной уборке территории городского округа обсудили в мэрии Биробиджана. Творческая площадка. Экскурсию по выставке молодых художников Хабаровского края провели для школьников областного центра. Более сотни участников из девяти регионов. 20-й турнир «Шалом-2023» памяти почетного гражданина Яо Льва Тойтмана собрал лучших молодых боксеров Дальнего Востока. Санитарная уборка. В общем, город стараемся озеленить и сделать его максимально комфортным, уютным и красивым для проживания. Конечно, здесь без общественности, без экологов, профессионалов в этом деле обойтись невозможно. Уборке общественных пространств уделяется большое внимание. Работы проходят ежедневно. Коммунальщики тщательно следят за порядком в местах популярных у биробиджанцев для прогулок. Большое внимание уделяется покосу травы. Работы в этом направлении проходят ежедневно. Места выбираются в порядке приоритета. Скверы, площади убираются в ежедневном режиме. Остановочные пункты убираются в ежедневном режиме. По уборке зеленых зон и бесхозных территорий здесь мы идем по заявочному принципу, значит, по результатам осмотров, соответственно, с учетом пожеланий граждан, обращений граждан. Проводится уборка на дорогах и тротуарах. Здесь график работы согласуется с укладкой новых пешеходных дорожек. Специалисты пытаются избегать случаев, когда одна работа накладывается на другую. Также члены экосовета подвели итоги общегородского субботника. Нарекания от жителей поступают, но и власти, в свою очередь, просят горожан бережнее относиться к труду коммунальных служб. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. В Музее современного искусства Еврейской автономной области прошла экскурсия по выставке молодых художников Хабаровского края. Для ребят площадки при школе номер 8. Разнообразие работ и техник исполнения привлекает внимание не только ребенка, но и взрослого. Всего в экспозиции представлены работы 32 авторов. Когда она зацевалась, она была приурочена к 165-летию Хабаровска. Но так получилось, что выставка стала передвижной, и она уже побывала в Комсомольске, и теперь гостит в Биробиджане. Это действительно выставка, в которой принимают участие именно молодые художники. Такая вот проба пера. Но нужно сказать, что проба пера очень удачная, потому что многие работы действительно достойны, вне зависимости от возраста авторов. На выставке присутствуют картины, выполнены в очень редкой технике – эмалью. А также впервые в Музее современного искусства представлены работы из натурального камня. Не забыты и классические изображения маслом, акварелью и простым карандашом. Но больше всего маленьких зрителей привлекли полотна, исполненные в направлении компьютерная графика. Мне больше всего понравилась, наверное, компьютерная графика. То есть работы выполнены достаточно интересно, с некой своей задумкой. Детям, думаю, тоже очень понравилось, оставили хорошее впечатление. Много нового узнали об искусстве, о том, какие виды искусства бывают. Под большим впечатлением остались все посетители выставки. Экскурсия по выставке молодых художников соседнего региона будет доступна для посещения до 20 июля. Софья Гинатулина, Денис Листюхин, Новости 21. Открытие 20-го всероссийского турнира по боксу «Шалом-2023», посвященного памяти почетного гражданина Яо Льва Тойтмана, прошло в городском дворце культуры. Традиционным партнером этих соревнований выступает законодательное собрание Еврейско-автономной области. Сегодня мы проводим 20-й юбилейный турнир, наш знаменитый турнир «Шалом-2023» в памяти участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Еврейско-автономной области, кавалера орденов воинской славы Тойтмана Льва Григорьевича. При поддержке законодательного собрания сегодня это мероприятие проводится. Но примечательное тем, что он в этом году стал всероссийским турниром, включены в сетку Минспорта. В соревнованиях принимают участие спортсмены из девяти регионов Дальневосточного федерального округа. Бои пройдут в 13 весовых категориях. В команде автономии 23 участника. И ряд спортсменов претендует на самые высокие места. В данное соревнование участвуют боксеры из девяти регионов Дальнего Востока. Не приехала только к нам Чукотка и Бурятия. Все остальные спортсмены прибыли к нам. Все остальные республики нам прислали своих представителей. Всего 82 боксера участвуют в данном соревновании. 29 июня прошли первые отборочные бои. Их накал и результаты показывают высокую готовность и мотивированность участников. Четверо наших земляков проиграли на старте. Остальные идут дальше. Финалы состоятся в ближайшее воскресенье. А самые юные спортсмены разыграют медали в субботу. Тогда же победителям и призерам будут вручены награды турнира. Новый статус соревнований позволит получить победителям звание кандидата в мастера спорта. Екатерина Кувалдина, Софья Генатулина, Богдан Патрин. Новости 21. Смотрите далее. Ромашка как символ праздника. Праздничную программу для родителей в канун дня семьи, любви и верности подготовили до шкалята Биробиджана. Золотой подъем биробиджанского спортсмена. Победитель Кубка мира по пауэрлифтингу Никита Шаламов рассказал на авторадио о пути к медали. Приближающийся день семьи, любви и верности отметили в детском саду номер 15. Родителям и детям через игру рассказали о важности праздника и о его главном символе ромашки. И акцент на ней не случайен, ведь в день святых благоверных Петра и Февронии в полях и лугах активно цветут ромашки. И издавна этот полевой цветок считается символом любви. Накануне дети ходили в биробиджанскую епархию, мы давно с ней сотрудничаем, где наш духовный отец рассказал об истории детям этого праздника. Такие праздники у нас проходят в детском саду, я считаю, что это правильно, потому что они скрепляют родителей и детей вместе, еще раз показывают, как они друг друга любят, ну и создают замечательное настроение в преддверии такого хорошего праздника. Дети активно принимали участие в играх, но чтобы порадовать родителей, они подготовили кое-что особенное. С улыбкой на лице и танцами малыши исполнили песни, посвященные родителям. Семья очень важна не только для детей, она очень важна, потому что гармония в семье и взаимопонимание, естественно, позволяют детям развиваться и гармонично расти, и быть счастливыми. Но и нам, потому что в условиях современной жизни дети – это наше все, потому что благодаря детям мы черпаем силы, мы становимся сильнее, мы понимаем, что мы делаем все правильно, мы должны идти дальше. И именно дети – это наше вдохновение. В конце торжества все мамы получили по символичному букету ромашек, а в завершении юные артисты и их родители встали в дружный танцевальный круг. Софья Генатулина, Кирилл Богаченко, Новости 21. С победителем Кубка мира по пауэрлифтингу познакомились сегодня слушатели Авторадио. Всемирная федерация пауэрлифтинга провела эти соревнования в Санкт-Петербурге. В различных силовых дисциплинах состязались более 1300 атлетов из 32 стран мира. Биробиджанец Никита Шаламов при собственном весе в 64 килограмма, строгом подъеме на бицепс поднял 75 килограммов и стал лучшим из лучших. Я всегда тренировался только на силу и вот при таком весе выработал, можно сказать, колоссальные результаты, что позволяет бороться со всеми в мире, с сильнейшими в мире. Там мы тяжелые весы поднимали, ну во всех абсолютных категориях до 140 килограмм. Было около 600 человек и по коэффициенту я обошел всех и занял первые места. Ранее на этом же кубке Никита устанавливал даже мировой рекорд, подняв на бицепс 77 килограммов. Повторять это достижение в нынешнем году спортсмен не стал из-за имеющейся травмы. Так что ради победы нынче он преодолел не только тяготение, но и боль. Преодолевать свою слабость он начал еще в 13-летнем возрасте, когда, представьте, паренек не мог ни отжаться, ни поднять даже пустой гриф. Целеустремленность, трудолюбие, интеллект принесли ему нынешние результаты, которые атлет намерен улучшать далее. Полная запись эфира с Никитой Шаламовым на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Денис Листюхин. Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин